Доброго времени суток, уважаемые телезрители! Итак, есть первая сенсация на этом чемпионате мира по футболу в Катаре. Аргентина, Саудовская Аравия. Десятая минута, Месси забивает пенальти и, казалось бы, вот аргентинцы, главные фавориты этого мундиаля, стартуют с победы. Но не тут-то было. Итоговый счет 1-2 и не в пользу Аргентины. Прямо сейчас в этой студии мы подведем, конечно же, постараемся подвести итог и найти объяснение тому, что же произошло с аргентинцами. Ну и еще о многих интересных фактах и моментах на чемпионате мира. Помогут мне в этом мои коллеги, друзья Асхат Жакаев и Ахмат Амиров. Ну что, друзья, коллеги, какие эмоции? Вот она первая сенсация. Асхат, начнем с тебя. Ожидал ли ты, что вот так развязка может произойти? Таким образом? Вау, просто, ребят. И никто не ожидал. И я думаю, весь мир просто до матча обсуждал то, что Месси будет играть в финале. И что все, абсолютно все эксперты, и букмекеры, и журналисты, все говорили, что Аргентина главный фаворит данного чемпионата мира. И что с Саудовской Аравией они просто развлекутся. Просто как вот в свое время на матче открытия, хозяйка чемпионата мира предыдущего 5-0 разобралась с аудитами. Думали, что сегодня Аргентина обыграет. Но не получилось. Сенсация. Я думаю, сейчас весь мир в шоке просто. Да, ну и касательно того, что произошло, какие-то, ну я не знаю, эмоциональные вообще реакции Ахмаду. Ну, действительно, это полный шок. Конечно, любой чемпионат мира, любое крупное спортивное событие сопровождают определенные сенсации. Но я думаю, что никто не ожидал, что сенсация случится именно в этом матче. Действительно, и Месси забил, и игра, в общем-то, у Аргентины в первом тайме очень даже неплохо шла. Да, конечно, саудиты выглядели солидно. Солиднее, чем катарцы, естественно, солиднее, чем Иран. Но я думаю, что от азиатской сборной в матче с Аргентиной, которая шла на рекордную серию именно в этом матче, я думаю, что никто такого не ожидал. Кстати, вот может быть то, что Аргентина шла на рекорд, где-то сыграла с латиноамериканцами злую шутку. Итак, вернемся к 10-й минуте. Месси реализовал пенальти. Прямо сейчас мы попросим наших режиссеров дать этот, ну, так скажем, один из ключевых моментов этого матча. Все-таки пришлось судьям использовать ВАР для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Ну и, конечно же, здесь сейчас у нас будет возможность посмотреть уже, так скажем, в деталях, в повторе на нашем экране. Вот здесь справа от меня давайте смотреть этот эпизод. Ахмат, ну вот на ваш взгляд, понятно, что уже по факту пенальти состоялся. Ваше мнение? Ну, пенальти здесь, конечно, есть. Тем не менее, здесь хочется подчеркнуть профессионализм игрока аргентинской сборной. Он как бы нашел этот пенальти. То есть, ну, такая хитрость, да, по-своему, футбольная? Да, да, это определенная футбольная хитрость. Ну, а Асхат, касаемо вот этого эпизода, на твой взгляд, были ли вот такие, да, так скажем, моменты в целом для сомнения? Мог бы и не ставить, да, все-таки мы часто смотрим и английскую премьер-лигу, и другие чемпионаты. Очень много таких моментов просто остаются без внимания арбитра. Ну, это все результат того, что Аргентина первые минуты давляла ответственность, и они должны были, хотели забить быстрый гол, да. Потому что вот я помню даже первый матч открытия, когда Катар играл с командой Эквадора, да, Эквадор это латиноамериканская сборная, и тогда уже чувствовалось, насколько уровень латинской команды, да, выше азиатской команды. И здесь просто, я думаю, что тоже здесь такое давление, что, ну как, мы Аргентина, фавориты, мы должны обыграть Саудовскую Аравию, там просто пропасть в классе, да. И они первые минуты шли вперед, я думаю, что это был итог того, что они, ну, вот так заработали быстрый пенальти, на 10-й минуте забили быстрый гол. Ну, прослабились, видимо, ну, конечно, реализация тоже подвела. Ну, и также в этой, да, первой половине всей встречи были моменты, ну, так скажем, которые тоже вызывают, да, определенные вопросы. Не засчитанные голы, да, офсайды, опять-таки, с участием сборной Аргентины. Ну, вот один из них, сейчас мы смотрим, гол Месси, но который в результате... Да, там был сразу виден офсайд, то, что игрок уже в момент передачи, он уже, да, вот здесь был... Спасибо новым новейшим технологиям, они могут сейчас просто безоговорочно лишить эпизод, да, вот буквально на полтела, да, вот был... Да, вот казалось бы, ноги-то на одной линии, да, а корпус Месси завалился. А еще один момент, ну, вот предлагаю Ахмат вам здесь прокомментировать этот эпизод. Ну, Александра Мартинес хорошо вывалился на позицию. В принципе, ставку-то и делали аргентинцы на то, чтобы играть на грани офсайда. В первом тайме я думаю, что они затерзали просто оборону саудитов. Я думаю, что, мягко говоря, очень уставшими защитники ушли на перерыв. И им бы продолжать, в общем-то, в том же духе. Но, видимо, какую-то паузу решили придержать футболисты сборной Аргентины. И сыграло это злую шутку. Я думаю, что было такое мнение, что саудиты больше уже не смогут ничего. Тем не менее, хочу заметить, что сборная Саудовской Аравии даже по первому проигранному тайму выглядела-то очень солидно на самом деле. Может быть, немножко изобретательности не хватало, они шли местами напролом. Но, в целом, повторюсь, сборная выглядела солидно. Да. Что касается позиции Месси здесь, да, он в пассивном офсайде находился. Но там даже уже это в учет не берется, поскольку опять... Он не был участником данного эпизода. Да, и благодаря повтору этой системе удалось разобраться. Что касается первого тайма, процент владения мячом. Статистика 63 у Аргентины, 37 у Саудовской Аравии. Но это, опять-таки, тот момент, когда, ну, так скажем, владение мячом ничего абсолютно не дает. Ну, а что касается ударов, у Аргентины было 5, у Саудовской Аравии в первой половине, ну, ноль. Ни одного удара. Даже попытки. Вот такая статистика. Чем вот именно Саудовская Аравия Ахмад удивила? Ну, понятно, что там о каком-то, да, сверхкомбинационном футболе речь не идет. Но что это? Сама отдача или какая-то мотивированность? В первую очередь, лично меня Саудовская Аравия удивила хорошей физической формой, во-первых. В какой-то момент, во втором тайме, было видно, что игроки сборной поймали кураж. И просто там откровенно уже вратарь ловит все, что летит в сторону ворот. Защитники выносят в подкатах абсолютно все, можно сказать, стригут траву в подкатах. Ну, сама отдача, да, конечно, такое очень... То, чего вот не чувствовалось обычно за сборной Саудовской Аравии, очень мощный дух у команды был. Они проявили его. И, что интересно, они его проявили в матче со сборной Аргентины, которая тоже именно славится своими бойцовскими качествами. Тем, что аргентинцы очень патриотичны, у них очень большой национальный дух. И тем удивительнее и ценнее, я считаю, победа сборной Саудовской Аравии. Опять-таки, до начала матча, ну, в любом случае, да, в мире болельщиков, вообще любителей этого вида спорта, ну, никак без прогнозов, да. Перед началом многие отдавали предпочтение латиноамериканцам. Ну, здесь понятно, да, постоянные фавориты – это Бразилия, несомненно, и Аргентина. Хорошая сказка для завершения, да, для Винца-карьеры Лионеля Месси, и то, что его Аргентина вот в этот раз точно станет чемпионом мира. На твой взгляд, Асхат, вот это первое поражение – это возможность как-то проверить себя, или вот сможет ли Аргентина, на твой взгляд, уже после этого поражения оправиться, ну, и дальше продолжить достойно чемпионат? Или все-таки какой-то психологический аспект здесь, ну, скажем, сломает команду? Знаешь, Адлеты – это очень болезненное поражение от главного, от аутсайдера данной группы, да, и я думаю, что, да, будет эмоционально очень тяжело остановиться, это удар ниже пояса, это такой, знаете, холодный душ для сборной Аргентины. И я думаю, что им нужно сейчас уже позабыть об этом матче как можно быстрее, восстановиться, конечно, думать, последние два матча обязательно выигрывать. Конечно, здесь отличное поколение подобранного у сборной Аргентины, не только здесь Месси, да, тут целый ряд игроков, просто классных футболистов, которые находятся в самом высоком, не зря же Аргентину называют один из фаворитов данного чемпионата, не только за то, что там Месси, да, а то, что команда в целом ровная, и футболисты классные собраны. Но здесь, это футбол, здесь, получается, не всегда фаворит решает, не всегда решают голы, да, как правильно Адлет сказал, я думаю, здесь просто порядок. И, кстати, вот еще в такой момент, в перерыве, да, тренер все-таки Саудитов провел очень хорошие внес коррективы, которые помогли игрокам Саудовской Аравии просто поверить собственной силой, и они смогли, искали они счастье у чужих ворот и смогли подобрать ключики к воротам сборной Аргентины. Ахмад, кстати, касательно атакующего потенциала этой сборной Аргентины, понятно, Димария, Месси, но вот сегодня, несмотря на все обилие, да, моментов, в целом позиционных каких-то изменений, не смогли они, да, спасти этот матч. Ну, а в целом, если говорить о потенциале именно атакующей линии сборной Аргентины? Ну, это одна из лучших линий нападения на чемпионате мира. Так бывает, что команда в какой-то отдельно взятой игре уперлась и не может реализовать свои моменты. Это не говорит о том, что, в общем-то, крест нужно ставить на этой линии атаки. В принципе, я думаю, что действительно холодный душ и может хорошую роль сыграть этот матч для сборной Аргентины. И я думаю, что хорошая работа над ошибками должна быть проведена, в первую очередь, тренером с колониумом должен внести определенные коррективы. Но, повторюсь, первый тайм сборной Аргентины, именно то, как они затерзали оборону саудитов, в том числе бесконечными передачами, да, пусть то и были офсайды, но, тем не менее, такие вещи очень тяжело, оборона изматывается. Если бы Аргентина продолжила в том же духе, если бы тренер саудитов не внес необходимые коррективы, то второй тайм, ну, в принципе, он мог закончиться разгромом. Если бы аргентинцы, повторюсь, продолжили в прежнем духе атаковать, они бы нашли эту ошибку, они бы нашли эту лазейку. Ну, а если судить по первому тайму, то, в общем-то, великолепная атака. Я думаю, что они еще себя покажут на этом чемпионате мира. Да, друзья, таким образом, первая сенсация есть, состоялась, я думаю, очень долго именно об этом матче. Мы будем говорить, если, конечно же, какой-то, я не знаю, другой результат не затмит, да, вот именно эту сенсацию. Это уже история будет чемпионата мира, на самом деле, этот матч он войдет в историю навсегда. Я все любит чемпионат мира за это, за такие сюрпризы, за непредсказуемость. Ну, просто то, что сегодня произошло, это просто фантастика. Да, полнейший шок, конечно. Согласитесь, да, это редко было, чтобы такая сборная, как Аргентина. Нет, это прям обсуждается, это действительно просто шок с большой буквы. Ну, и таким образом, это представители квартета С, Саудовская Аравия, таким образом, 3 балла набирает и выходит в лидеры данного квартета. Мексика, Польша, их матч чуть позже состоится. Ну, и в целом, если мы посмотрим на этот квартет, Саудовская Аравия, Мексика, Польша, Аргентина. Ахмат, на ваш взгляд, кто все-таки выходит дальше? Ну, сегодняшняя игра, конечно, запутала, в этой группе все, да, нельзя. Ну, и Польша очень хорошая, да, и ни в коем случае Мексику нельзя сбрасывать со счетов. Ну, и с Аргентиной не покончено. Ну, и плюс Саудиты теперь набрали первые 3 очка, да, еще в таком матче. Если Саудиты не растеряют свой настрой, то, в общем-то, они могут вполне побороться за выход. А вообще, после, опять же, сегодняшнего результата, эту группу можно называть теперь группой смерти по-своему. Посмотрим еще, конечно, как мексиканцы с поляками сыграют. Тоже много от этого будет зависеть. Очень интересная группа. Здесь все 4 команды, теперь все 4 команды могут претендовать на выход. Асхат, твое мнение по поводу, кто пройдет в плей-офф из этой группы? Очень трудно сказать. На самом деле, вот, последующий матч тоже очень непредсказуемый. Как сложится он еще? Ну, конечно, я думаю, два таких вот явных претендента Мексика и Аргентина. Ну, и Польша, да, и получается три сборные. Вот, мне все-таки кажется, что Польша и Аргентина выйдут, на мой взгляд. Ну, это мой прогноз. Сегодня ведь, я знаю, что был даже коэффициент на Аргентину 25, да, то есть, то есть, вернее, на победу за Саудовской Аравией был коэффициент. Я думаю, что прогнозы дела неблагодарные, но этим прекрасен бундиаль, что каждый матч ждешь, и я представляю, как баллички Аргентины сейчас пьют корвалол, да, просто. И, я не знаю, они сейчас в таком гневе находятся, я думаю, сейчас просто наши коллеги, журналисты аргентинские просто разрывают. Ну, а вы представляете, да, мы здесь, да, находясь в Астане, в качестве, да, обычных телезрителей, болельщиков, такие эмоции испытали, а что творится там у болельщиков Аргентины и Саудовской Аравии, это, конечно же, не передать словами. Ну что же, предлагаю сейчас сделать такую небольшую паузу и перейти уже к следующей паре, к матчу, который совсем скоро состоится, но каждый чемпионат мира запоминается не только сенсациями, каждый чемпионат мира имеет свою определенную символику, да, талисман и так далее. Как раз сейчас предлагаю посмотреть на небольшой такой сюжетик нашей коллеги Дина Раклжановой. Всем привет, любители футбола! Сегодня играют Дания и Тунис. Коллеги обязательно поделятся информацией о командах и статистике, а я сейчас расскажу о символах чемпионата мира по футболу. Традиционно их три, вот здесь на экране вы видите сразу все три символа, это эмблема, талисман и мяч. Эмблема в виде петли символизирует цифру 8, именно столько стадионов примут матчи. В этой цифре арабы хотели показать бесконечность и цикличность чемпионата мира. Дизайн этой восьмерки сделан в виде шерстяной белой арабской шали с узором. А еще верхняя часть эмблемы напоминает форму главного трофея мундиаля. Талисманом мирового футбольного первенства в Катаре стал ковер-самолет. Назвали его Лаип. Наши комментаторы уже сравнили его с привидением. Действительно похож на доброе привидение Каспер из мультфильма. По задумке создателей маскота Лаип напоминает куфие. Так называется традиционный мужской головной убор арабов. Лаип означает очень хороший игрок. Он предприимчивый, веселый и любопытный. Он чудесный маскот, который нам, болельщикам, очень нравится. Официальный мяч мундиаля Аль Рихла в переводе с арабского означает путешествие. Создатели один из известных спортивных брендов. Мяч они назвали самым быстрым и точным. Улучшить показатели снаряда удалось за счет ядра внутри. Именно оно отвечает за точность и баланс. И напоследок добавлю, что официальный гимн чемпионата – песня «Хая, хая, беттер твезер» в исполнении Трининда Дакардоны, Давида и Аиши. Уверена, эту песню вы не раз слышали на телеканале «Казспорт». Смотрим футбол вместе, а я прощаюсь и передаю слово коллегам. Благодарим Динару за столь подробную информацию. Ну и, коллеги, продолжаем, поскольку совсем скоро начнется еще один матч в рамках данного мундиаля – Дания-Тунис. И прямо сейчас я предлагаю перейти к обсуждению предстоящего матча. Датчане – команда, которая, так скажем, всегда выделялась тем, что не было таких суперзвезд в команде. Сейчас главная звезда, понятное дело, это Эриксон. Но в целом, после Евро-2020, Ахмат, какие изменения претерпела сборная Дании? И сможет ли сейчас Эриксон повести свою команду, свою сборную за собой? Я думаю, что на самом деле сборная Дании показала себя хорошей именно командой в первую очередь. И сейчас, я думаю, что нет такой зависимости от Эриксона, допустим, как была два года назад условно. И то, как, например, сумели датчане на прошлом Евро выступить в отсутствии Эриксона – это же показатель большой. Я бы даже назвал главной звездой сборной Дании в первую очередь тренера. Это большой мотиватор, он именно подходит к вопросу национальной сборной с исторической стороны, с культурной стороны. То есть он очень хорошо знает историю, культуру Дании, он эти идеи внедряет игрокам. Плюс он в целом очень хорошо знает датский футбол, так как и поиграл, и потренировал, и чемпионат выигрывал с Нортландом, который, в принципе, звезд с неба не хватает, и в групповой этап выходил. И, кроме того, он участвовал в проекте реформы датского футбола. То есть он знает своих ребят, своих игроков с корня, да, то есть он знает про них все. Он знает их сильные стороны, их слабые стороны. Он знает свою команду, наверное, как мало какой-то тренер на этом мундиале. Поэтому я назову, наверное, его главной звездой сборной. В принципе, датчане способны и удивить, и разочаровать. Тут очень многое будет зависеть от того, именно как они сыграют свой первый матч. Это, ну, лично мое мнение. Если датчане удачно стартанут, то, в принципе, они и по чемпионату дальше пойдут на такой волне своеобразной. Ну, кстати, Дания, да, одна из, так скажем, первых команд, которая вышла на, да, чемпионат мира. Очень достойно прошли квалификацию. 27 очков из 30 возможных сборной Дании смогла заработать. Асхат, в целом о датчанах, да, твое мнение. Понятно, что у них были, да, такие, скажем, яркие моменты, но не всегда. Но это, согласишься с таким мнением, что это такой крепкий сельничок? Ну, знаете, в Дании очень хорошие футбольные традиции. Это команда, которая выиграла чемпионат Европы в 92-м году, по-моему. И я скажу, что там всегда были, ну, вот звезды, такие, как вот тоже нападающий, помните, Яндуль Томасом, нападающий Милана, который вообще в целом тащил свою команду, как вот Гаштиану сейчас под сборную Порпугалии. Да, Эриксон, это, несомненно, умничка такая на торте под названием Дания. Я скажу, что, конечно, сегодня Дания – это фаворит в матче противостояния с Тунисом. Тунис тоже команда, которая не первый раз играет на чемпионатах мира, но она не могла себя так сильно ярко и проявить. Конечно же, до сих пор свежей памяти успех датчан на Евро, на прошлом Евро, когда они дошли до полуфинала и лишь дополнительное время уступили англичанам. Я думаю, что вот если говорить о тренере, да, то, наверное, может даже не только тренер, да, сплотил. Мы все помним, что была история с Эриксоном, когда едва человек не спрощался не то что с футболом, а едва ли в жизни не распрощался на футбольном поле. И вот вся эта вот тема, да, вся эта история, она же сплотила невероятно очень датчан. И как-то они прям, знаете, у них был подъем самосознания. И вот они прям, вот я помню даже вот матч, когда Евро проходил же вот еще во многих странах, по-моему, в Дании проходил матч с Россией, когда они обыграли с крупным счетом сборную России. Я тогда помню, что я видел трибуны датчан, ну, как бы вот на трансля, в рамках трансляции на Телекан-Гаспур, да, я видел, что это прям вот прям патриотизм датчан просто зашкаливал. Да, на этом чемпионате мира этого не будет. Не будет такого там эмоционального, может быть, подъема, да. Может, не будет, дай бог, чтобы вот Эриксон, многие сейчас говорят, что и удивляются, что он преодолел свои трудности и вернулся в сборную. Дай бог, чтобы он играл и смог проявить себя на этом чемпионате мира. Но датчан не стоит сбрасывать со счетов. Это команда, которая может преподнести сюрпризы. Я думаю, что может даже она и выйти в плей-офф и попробовать дойти до четвертьфинала. На мой взгляд, датчанам это по силам. Касательно фигуры Эриксона. Да, это настоящий боец, он доказал. Относительно, в целом, да, после той страшной ситуации, которая с ним возникла, в последующем уже, получается, Ахмат, смог ли Эриксон после той ситуации, ну, так скажем, вернуться на свой уровень игровой? Ну, я считаю, что пока не до конца, но он определенно на верном пути, да, он делает очень правильные шаги. Он начал с клуба попроще, да, сейчас перешел в большой клуб и, что самое главное, ну, практически к своему тренеру, да, то есть тот, кто знает вот эту голландскую систему игры, да, Эриксон-то, в общем-то, много чего взял в Голландии по своей игре. Я думаю, что он движется в верном направлении, но, безусловно, я считаю, что на свои 100% он еще не вернулся, но он вполне способен это сделать, что он, в принципе, и доказывает своей ежедневной работой от матча к матчу, когда вот он идет, и своими карьерными решениями, что самое главное. Ну, и касательно состава, очень многие сборные, да, несут серьезные потери, у дачан, кстати, с этим все нормально. Да, у них есть потери, один из защитников выбыл, центральный, причем, защитник, Вестергор, ну, и по большому счету все. Что касается, опять-таки, фигуры самого Каспера Юльмана, да, мы знаем, что это вот такой, ну, тонкий психолог, стратег, и, кстати, сборная Дании всегда очень часто использует именно вот такие, ну, быстрые контратаки, да, выход со своей половины поля. Ну, и вот эта схема тактическая, которую часто использует именно главный тренер сборной Дании 4-3-3. Аскат, ну, я думаю, сейчас никого не удивить, да, вот такими перестроениями. Ну, на твой взгляд, 4-3-3, эта схема, можно ли назвать вот такую осторожную или все-таки более она такая, ну, универсальная и под атаку, и под оборону? Ну, наставник датчан проповедует современный футбол, скоростной, атлетичный такой. Они, я помню, прям даже, ну, они на каждом участке поля боролись, за каждый мяч. То есть, мне очень нравилось то, что они очень, такие, знаете, настырные, да, в полиции сборной Дании, они прямо на каждом участке не давали сопернику. Даже вот, когда мяч уходил, казалось бы, вот, ну, шел мяч за линию, ну, они прямо боролись. И подкупало вот это вот желание, самодача датчан, проявить себя и добиваться успеха. Ну, и прямо сейчас, коллеги, есть у нас стартовый состав на предстоящий матч сборной Дании на ваших экранах. Ахмат, есть какие-то удивления или, в принципе, без таких сюрпризов, да? В принципе, ожидаемый состав. Я думаю, что здесь тренер сюрпризов не преподнес. Ну, Каспер Шмейхель в воротах, я думаю, здесь его кандидатура, да, безоговорочно. Сейчас это, ну, номер один в составе сборной Дании. Ну, и вот сейчас уже пошли мы по расстановке. Эриксон Делейни в центре, ну, и Кристенсен Сомале на фланге. Ну, опять-таки, 4-3-3, но здесь мы видим сейчас совсем другую картину, да? Не такая осторожная здесь тактика, я сказал. Да, здесь, опять-таки, 3 центральных, ну, мы понимаем, да, что в случае чего... 3-5-2, да? Да, будут спускаться и помогать в обороне. Ну, и давайте сразу перейдем к составу сборной Туниса. Ну, здесь, конечно же, я думаю, главные эксперты, это болельщики, да, преданные, коих, я думаю, немало в Тунисе, но в Казахстане, наверное, все-таки вряд ли. Ну, давайте в любом случае, да, необходимо соблюсти все вот эти моменты. Здесь расстановка, в принципе, чем-то схожая, да? Ну, так скажем, по 3-4-3, да, схему выбирают. Но, опять-таки, никто в три центральных защитника играть, конечно же, не будет. В случае чего, опять-таки, помощь крайних, ну, она просто... Ну, здесь, конечно же, у Туниса стоит отметить, да, 25 номер Слимани, да, парень, который 21 год ему, и, кстати, вот он играл в чемпионате Дании очень много, он является воспитанником, кстати, датских клубов, и парень буквально 2 года назад дебютировал за сборную Туниса, и сразу же в первом дебютном матче забил гол. Вот этот парень, 25-летний, Анис Слимани, это полузащитник, талантливый Тунисцев, и который многих игроков Дании знает. Знает. Я думаю, что от него стоит сегодня ожидать какой-то опасности в игре, в сегодняшнем противостоянии Дании и Туниса. Ну, и мы обратили внимание, да, на сразу три, да, футболиста, которые будут отвечать за атаку. Ну, опять-таки, здесь, наверное, нет смысла говорить о какой-то осторожности со стороны тренерского штаба. Нет, но в то же время, да, в запасе остался главный бомбардир сборной, могу сейчас ошибку допустить в фамилии Хазири, кажется его фамилия. И интересно, что это? Это осознанное решение тренера, то есть, может быть, они там не сделают ставку на него конкретно в этом матче, либо тренер рассчитывает как-то повести игру так, чтобы выпустить его во втором тайме и усилить свою атаку в нужный момент. Ну, то есть, такой достаточно интересный ход. Посмотрим, как это выразится на действиях на поле. Ну, мы все прекрасно понимаем, да, что по ходу игры эта самая тактическая схема может еще меняться и варьироваться. Поэтому игра, как говорится, покажет. Ну, а если говорить о конкретном матче и попытаться, так скажем, спрогнозировать исход, Асхат, как думаешь, получится ли результативным? Пока что у нас всего лишь один матч, да, это Англия и Иран, где 8 мячей было забито. Этот поединок сможет рассчитывать на то, что много мячей мы увидим сегодня? Очень сильно сомневаюсь на все счет. Я, кстати, был противником того, чтобы англичане забивали столько много голов, в футболе это не приветствуется, потому что много голов могут остаться в одном матче, да. Я думаю, что сегодня выиграют датчане, но, думаю, с таким комфортным для себя перевесом в два гола. Я думаю, 2-0, я думаю, сегодня Даня уйдает. Ахмат? Я соглашусь с тем, что вряд ли мы сегодня увидим большое количество голов. И, конечно же, я отдам предпочтение сборной Дани. Ну что же, друзья, коллеги, огромное спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию и поделились своим мнением. Уважаемые телезрители, мы на этом с вами прощаемся. Совсем скоро матч Даня-Тунис. Всем спасибо за...